Друзья, всем привет! Вот еще хотел такое видео полезное записать. Бывают такие моменты, что стекло очень тяжело опускается. Если это электрические стеклоподъемники, то бывает так, что стеклоподъемник просто либо медленно опускает, либо вообще его клинит. Стекло очень тяжело ходит в этих вот резинках. Как я исправляю вот такие вот ситуации? Чтобы стекло хорошо открывалось и закрывалось. Я беру обычное моторное масло, вот такую вот випеточку. А лучше всего купить вот такую вот WD-40 в баллончике. У нее идет такая трубочка. И смысл всего вот этого просто открыть стекло и пропырскать вот эти все резинки. Внутри там взять это либо маслом, либо вот этой WD-40 промазать там все. Промазывать нужно именно вот эту вот часть. Здесь сверху не нужно ничего промазывать. Вот здесь не нужно промазывать. Промазать только вот здесь вот нужно. И вот здесь вот. Все. На задней дверке то же самое. Вот оно промазывается. Сверху не нужно. То же самое вот здесь вот. Вот так вот промазывается маслом до сих пор. После того, как промажем маслом, либо ВД-40 пропырскаем, нужно затем погонять вверх-вниз стекло. Вот пазик, которым ходит стекло. Этот пазик нужно хорошо продуть, либо щеткой пройтись, чтобы убрать оттуда весь мусор. После того, как в пазике убрали мусор, где стекло ходит, берем нашу масленку, промазываем. Когда мы дошли до стекла, еще немножко туда пырсканули этого масла. Получается, что вот эта резинка идет внутри двери, до самого низа двери. Желательно, чтобы масло это дошло до самого низа. То же самое с противоположной стороны делаем. Промазываем маслом. Сейчас нужно пару раз закрыть, открыть стекло. И если этого будет мало, значит нужно снимать внутреннюю обшивку двери. И там будет внутри двери такая же резинка с таким же пазиком продолжаться. Эту резинку нужно полностью, вот этот пазик, смазать либо маслом, либо ВД-40. И после вот этой процедуры очень легко будет закрываться, открываться стекло. Не важно оно там вручную, либо это будет стеклоподъемник. Сразу же чувствуется изменение, что стекло стало раза в три легче открываться и закрываться. Опять же повторяюсь, если этого будет мало, значит нужно снимать обшивку и промазывать внутри. То есть вот внутри двери она продолжается, вот эта резинка до самого низа двери. Ее нужно также полностью взять туда масленкой и все смазать там внутри паза этого. Вот таким вот нехитрым способом я добился, что у меня стекло стало в три раза легче подниматься и опускаться. Всех благодарю за внимание. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok